МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подземные толчки, далее последовали дополнительные авторшоки, их насчитывали сотнями, но все это, конечно, внушало опасения и до сих пор внушает опасения жителям области не только Алматинской, но и области ЖТСУ. С тем, чтобы поговорить о том, какая работа по профилактике ведется и какие меры принимать в таких чрезвычайных ситуациях, мы пригласили к нам в студию прямого эфира начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области ЖТСУ, полковника Бигбасынова Нурлана Сакеновича. Здравствуйте, Нурлан Сакенович. Первый вопрос, наверное, хотелось бы задать такого порядка. Какие районы и города нашей области наиболее сейсмоопасны? Где на сегодняшний день может случиться землетрясение? Ну, хотелось бы отметить, что вся область, она подвержена, находится в сейсмозоне, но наиболее подвержен это город Текили, до 9 баллов подверженность землетрясениям, и, соответственно, город, областной центр, город Талдыкурган, до 8 баллов. Ну и, соответственно, населенные пункты, которые размещены в горной местности, они все также подвержены, находятся в сейсмозоне. Это, если перечислить, это Коксуйский, Аксуйский, Сарканский, Искельдинский, Кирбулавский и Панфиловские районы. У них там, получается, до 8 баллов. И при этом, несмотря на то, что местами там равнины имеются? Ну, те, которые ближе находятся именно к горной местности. А вот какие сильные землетрясения уже были в области ЖТСУ за всю историю нашу? Есть такие данные? По тем данным, которые у нас имеются, 13 июня 2009 года произошло в области землетрясения бальность 6-7 баллов в городе Текили. Было зарегистрировано, эпицентр был порядка 230 километров в северо-восточном от города Алматы. По городу Талдукургана подземные толчки ощущались бальностью 5-6 баллов. После происшедшего землетрясения, после обследования всех зданий, которые имеются в городе Текили, порядка 200 зданий получили повреждения. Но они получили повреждения, не были разрушены, не было человеческих жертв, не было пострадавших. Были частичные трещины в домах, в сооружениях, без разрушений. Сразу же после землетрясения, прошедшего буквально через несколько дней, президент нашей страны побывал в городе Алматы, где во время совещания дал конкретные задания государственным органам проверить все дома, особенно высотные, на сейсмостойкость. Именно касается тех территорий, где коснулось землетрясение. Как будет проводиться данная проверка на территории нашей области ЖТСУ и в частности города Талдыкурган, потому что наши люди, жители нашего города, тоже весьма обеспокоены, живут в таких больших красивых новых домах, но, однако, побаиваются, тем не менее. Ну, имеются соответствующие правила осуществления технического обследования. Этими обследованием заниматься должны соответствующие аккредитованные организации, эксперты, которые имеют соответствующие знания и опыт, обследованные знания на сейсмоустойчивость, аварийность, они в компетенцию подразделений по чрезвычайным ситуациям не входят, поэтому соответствующие экспертные организации, я думаю, будут этим заниматься в рамках своих прямых обязанностей. Ну, хотелось бы отметить, что проводится работа превентивная, можно сказать, разработанная в настоящее время карта детального сейсмического зонирования по области, нашей области проведена. Эти карты сейчас находятся на утверждении. Соответственно, исследования производили Национальный научный центр сейсмологических наблюдений. В этих картах будут уже показаны все необходимые, ну, тектонические плиты, разломы, где проходят по нашей области, и, соответственно, исходя из этой карты, уже можно будет планировать проведение строительных работ, проведение застройки, планирование строительных работ. Ну, следующим этапом после утверждения этой карты будут уже проводиться микрозонирования, необходимо будет провести по паспортизации объектов именно на сейсмостойкость зданий. Это уже будет следующим этапом. Сейчас в республике разрабатывается комплексный план развития сейсмоотрасли, рассчитан на 2024-2028 года. И, соответственно, в этом комплексном плане предусмотрены ряд мероприятий именно по сейсмобезопасности. Скажите, пожалуйста, когда вот в последний раз проводились обследования на сейсмостойкость объектов города Талдыкурган? Ну, таких данных у меня нету по сейсмобезопасности. По обследованию. Но вместе с тем местным исполнительным органам, акиматами городов, районов проводится работа по сейсмоусилению зданий и сооружений. В первую очередь, это, конечно же, попадают под сейсмоусиление здания образования и здравоохранения. Вот по тем данным, которые у нас есть, в 2021 году на территории области проведено сейсмоусиление 9 объектов образования, одного объекта здравоохранения. В 2022 году на 5 объектах образования и также на одном объекте здравоохранения. В 2023 году проведено сейсмоусиление 8 объектов образования. То есть сейчас при проведении капитальных ремонтов имеются требования о необходимости параллельно проводить работы по сейсмоусилению. То есть работа, она в плановом режиме проводится и контролируется местным исполнительным органам. Вы знаете, почему я вот задаю вам эти вопросы, потому что у нас в большинстве случаев все думают, что вот органы ЧАЭС у нас отвечают абсолютно за все. Что-то произошло, всегда у нас мы видим, что где-то что-то произошло, всегда сотрудники служб ЧАЭС находятся первыми на месте происшествия. И соответственно мы думаем о том, что если вы везде первые, то значит вот вся ответственность за все чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера на ваших плечах. Так ли это на самом деле или вот какие-то функции вам не свойственны? Ну, в соответствии у каждого полномоченного органа есть соответствующий отраслевой закон, где указаны все права и обязанности этого полномоченного органа и других органов. Ну, хотелось бы сказать, что наши первоочередные, это, конечно же, в безусловном порядке проведение первоочередных овремя спасательных работ, как вы уже отметили. Профилактические мероприятия, контроль, это в области пожарной безопасности, в нашей системе имеется департамент промышленной безопасности, контроль в области промышленной безопасности. То есть мы являемся еще и координирующим органом во всех городах областного центра и в республике мы являемся координаторами работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которую возглавляет глава области. И, соответственно, на этих комиссиях рассматривают все вопросы касательно предупреждения чрезвычайных ситуаций. Они могут быть разного характера. То есть на год составляется план, и по направлениям деятельности, у какого госоргана есть какие вопросы, мы эти вопросы рассматриваем комиссионно. То есть это работа вот в таком виде организована. Вы знаете, вот волнует еще такой вопрос. Если вот будут выявлены у нас опасные сооружения, которые могут разрушиться, какова будет их судьба? Ну, в первую очередь, за жилой сектор, скажем так, за жилые здания, соответственно, несет ответственность координатору эту работу местный исполнительный орган. По объектам, зданиям, сооружениям, которые находятся в чьей-то собственности, есть вот балансосодержатель, собственник, который, соответственно, принимает решение по своему зданию сооружения, которое находится у них в собственности. По данным, которые у нас имеются по области сейчас порядка 38 аварийных домов, ветхих и аварийных, но это количество ежегодно уменьшается, потому что Акиматом области это держится на контроле, и ежегодно количество уменьшается, потому что жителям аварийных домов предоставляют соответствующие квартиры, новое жилье, и достаточно активно эта работа проводится. Волнуют еще жители, особенно высотных домов, как на сегодняшний день ведется контроль за строящимися объектами, особенно именно с жилыми домами, куда вот каждый год мы видим, люди получают ключи, заселяются, радуются, но вот после прошедших землетрясений опасаются, что вдруг что-то произойдет с их домами. Хотелось бы отметить, что с 2014 года у нас изменения произошли, если раньше, помните, были государственные комиссии по приемку и эксплуатации объектов, то сейчас определен узкий круг ответственных лиц, которые отвечают за строительство, за ввод любого, то, будь жилье или объекты хозяйствования. То есть это заказчик, исполнитель работ, автор проекта, который составлял этот проект, технадзор. То есть при изготовлении проектно-сметной документации эта документация должна изготавливаться строго в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. После следующей контроль идет экспертная организация, госэкспертиза. Соответственно, эксперты проверяют на соответствии выполненный проектно-сметный план, насколько он соответствует всем требованиям строительным, которые у нас в республике имеются. И, соответственно, если есть замечания, они возвращают автору проекта, чтобы он внес изменения, если какие-то там дефекты или неточности, они указаны в этом проекте. И после прохождения экспертизы, соответственно, начинается строительство. И заказчик строительства в обязательном порядке должен контролировать ход строительства, качество проведения работ, которые проводит строительная организация. Поэтому очень достаточно узкий круг лиц, которые несут ответственность за качество именно... А были ли случаи, когда строительство было приостановлено или вообще здания, допустим, взяли и разрушили до основания из-за нарушений правил безопасности? Ну, по нашей области таких случаев не было. На памяти у меня нет. И контроль ведет соответствующий полномочий государственный орган в области строительства. Поэтому они, соответственно, осуществляют контроль за ходом строительства, который происходит по области. То есть у каждого органа своя функция? Так точно. А скажите, пожалуйста, какие еще службы или госорганы отвечают за безопасность объектов, помимо заказчиков? Понятно, что требования изменились, но у нас есть старые объекты, которые построены в прошлом веке, и новые объекты. Кто отвечает еще? Какие органы, помимо названных? Ну, каждый, хочу повторить, собственник объекта, он, если видит какие-то изменения в конструкции зданий, в несущих конструкциях, в балках, в перекрытиях, в фундаменте, он обязан вызвать экспертную организацию и, соответственно, провести обследование. То есть это все проводится за меры соответствующие, технические. И экспертная организация, она дает заключение. Это здание подлежит ремонту, подлежит усилению, либо оно уже подошло к той кондиции, когда необходимо снести его. Поэтому собственники объектов, они обязаны смотреть за качеством, за состоянием своего объекта. И это же относится к жителям многоэтажных домов, которые, согласно закону, являются коллективными собственниками многоэтажного жилья. Так точно. То есть это сами жильцы, заметив какую-либо неисправность, должны составлять акты, приглашать экспертов, которые будут оценивать состояние их жилья в целом. Так точно. Скажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день обучающие мероприятия проводятся среди населения? В одно время я вел программу служба спасения и достаточно часто со службами ЧАЭС в разных районах нашей области проводили различные тематические учения по пожарной безопасности, по сейсмо-тренировкам. Вот сегодня проводятся ли такие мероприятия и насколько они обширно проводятся среди населения? Да, вы правы. Ввиду того, что мы находимся в сейсмо-опасном регионе, сейсмо-тренировки, они в обязательном порядке проводятся. Проводятся не реже одного раза в квартал. В первую очередь, конечно же, это проводится охват общеобразовательных учреждений, объектов здравоохранения. Порядка 1700 с лишним сейсмо-тренировок провели с охватом порядка где-то 15 тысяч человек. Кроме этого, активно мы стараемся использовать средства массовой информации, мессенджеры, инстаграмы, телеканалы, газеты, где мы стараемся довести, кроме сейсмо-опасности есть и паводковая, пожарная опасность. Соответственно, мы максимально стараемся задействовать средства массовой информации и эту работу проводить. 1 марта, как вы знаете, Всемирный день гражданской обороны будет Общереспубликанская сейсмо-тренировка. Ну и в соответствии с последним событием поручение министра именно усилить работу по обучению грамотности населения. Мы стараемся все-таки больше обращать внимание на детей, чтобы через детей донести информацию до родителей. Зачастую обученные дети, они всегда дома могут подсказать, обучить своих родителей. Поэтому стараемся больше обращать внимание, акцент делать именно на детей. Ну и соответственно, сейчас мы планируем тоже в части именно информирования населения, больший уклон сделать именно на превентивную работу. Сейсмо-тренировки сейчас мы будем планировать и на объектах торговли, чтобы где-то охватить, чтобы люди видели, скажем так, наглядно ту проводимую работу, что необходимо сделать. То есть есть демонстрация. Вот недавно на телеканалах мы провели передачу по составу так называемого тревожного чемоданчика, что должно быть. Ну и в принципе эта информация сейчас достаточно активна она в сети имеется, достаточно актуальна эта информация. И при желании очень много можно подчеркнуть именно из средств массовой информации. А скажите, пожалуйста, вообще вот как вы отмечаете, насколько сегодня у нас люди грамотны, я не говорю в отношении действий при землетрясении, вообще насколько они грамотны при различных чрезвычайных ситуациях могут действовать или все-таки хромают наши знания от нужного уровня? Ну, скажем так, есть, конечно же, нельзя сказать, что все так идеально. Я говорю даже последние события, все-таки мы вернемся к нашему землетрясению, которое было недавно, да, все-таки показывает, что необходимо нам всем готовиться больше, больше психологически быть готовым, больше, наверное, эмоционально и знать непосредственно те действия, которые необходимо выполнять при землетрясении. Ну, в целом, видите, землетрясения, они, к счастью, происходят редко, по другим направлениям, по пожарам, скажем, да, достаточно есть, ну, грамотность населения. Многие уже, ну, знают, как действие. Да, достаточно такие хорошие знания в части противопожарной безопасности, потому что и в части пожарной безопасности мы стараемся больше уделять, потому что это один из таких факторов, которые приводят именно к гибели людей, травмируются люди, и в ежедневной жизни люди чаще встречаются с такими ситуациями, как пожар. Поэтому даже вот в последние годы у нас наметилась тенденция по снижению количества пожаров, ну, на несколько процентов, но она снижается, количество погибших снижается, то есть это говорит о том, что есть информирование населения, то есть люди уже больше знают и грамотнее. Вы знаете, когда вот случилось землетрясение, мы потом уже посмотрели социальные сети, увидели вот эту панику, которая происходила в Алма-Ате, и буквально же в эти же дни, буквально там день-два, произошло землетрясение в Японии. И что поражает, это то, как вот люди восходящего солнца относятся к этому явлению природному. Я не заметил у них паники, когда просматривал эти ролики. То есть люди в такой готовности, там кто-то присел, но никто никуда не бежал, никто не кричал, хотя трясло там почище, чем нас. Вот какие основные ошибки совершают люди при землетрясении, при вот такой вот ситуации. Тем более вы говорите, что она пожар, ладно, мы там видим, где-то загорелось, где-то начало пожар. А, это явление, которое происходит внезапно. Видите, все-таки сторона восходящего солнца, они чаще сталкиваются с этим явлением. И поэтому они, в первую очередь, психологически более готовы. И поэтому у них как бы меньше наблюдается вот этих панических состояний. Как всегда, в основном, все такие чрезвычайные ситуации, они происходят в ночное время, когда люди уже отдыхают и просыпаются. То есть вот этот момент, первые минуты, скажем так, растерянность. Ну и, соответственно, я говорю, к счастью, у нас их мало происходит, этих толчков. Поэтому, ну, просто чисто психологически люди не ожидают, что вот завтра это будет или послезавтра достаточно редкие явления. И поэтому вот момент психологически такой, конечно, присутствует, когда люди просто-напросто в растерянности. Или в сонном состоянии, не знают, куда им деться и что делать. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня готова служба оповещения и в течение какого времени до начала, допустим, землетрясения население сможет она оповестить? В Алма-Ате возник вопрос о системе оповещения, которая не сработала. Но впоследствии президент сказал, что это, наверное, и к счастью, что помогло избежать нам большей паники там в Алма-Ате и тем самым сохранить, может быть, многие жизни, которые, ведь паника самое страшное дело. Вот насколько в нашей области ЖТСУ готова система оповещения? И сможем ли мы вот хотя бы за какие-то минуты или мгновения оповестить население, что ребята, спасайтесь? Ну, вы сейчас говорите, наверное, ставите вопрос больше о предупреждении самого землетрясения. К сожалению, как уже отмечалось, предупредить заранее землетрясение практически пока не научились. Поэтому и в этом действительно сложность. Пожар можно увидеть, почувствовать и можно адекватно на него среагировать. А землетрясение, то есть мы по факту, мы ощутили толчки даже по нашей службе, мы уточняем потом, есть прямой телефон с центром сейсмологии, дежурный уточняет, какая была больность. То есть это, ну, тоже определенно там несколько минут уходит на это. То есть здесь сразу адекватно запустить систему оповещения. Мы информирование будем говорить, информирование населения, оно будет позже. То есть мы проинформируем в обязательном порядке. У нас имеются телерадиоперехват каналов, кабельных каналов, цифрового телевидения, радиоканалов. Но чтобы запустить это, мы должны запустить сирену. Сирена, она подается в течение минуты, да, там. И она о чем оповещает? Она оповещает о том, что люди должны включить теле или радио. Телевидение, радио и получать информацию. Да, и по нему получить информацию, что произошло землетрясение. В данной ситуации все уже почувствовали о том, что произошло землетрясение. То есть здесь оповещение, мы говорим о том, что превентивного оповещения у нас в республике, да и в мире, в принципе, его пока нет. В той же Японии они еще не научились заранее предупреждать, что вот через пять минут будет землетрясение. Если бы было так, то было бы очень хорошо, конечно. А система оповещения в части доведения информации, она сейчас при поддержке Акимата области выделяются средства, устанавливаются именно уже программные комплексы установлены. Если раньше это было просто сирены, да, которые давали звук и все, сейчас есть техническая возможность именно включить телевизор. Но в такой экстренной ситуации, конечно, никто не будет включать телевизор, все будут, конечно же, думать в первую очередь об эвакуации. А система действующего оповещения, она оповещает, доводится информация, что дальше делать. Сейчас нами определены пункты приема населения по городу. Сейчас будет эта информация в ближайшее время доведена до всего населения области и по районам. То есть мы просмотрели именно те здания средних школ, в первую очередь, которые прошли, вот я говорил, сейсмоусиление. То есть эти здания, они прошли сейсмоусиление, мы уверены, что они сейсмостойкие. Соответственно, для сбора населения мы по районам определим районы, в какую школу можно будет собраться и потом при необходимости получить информацию. Там будут представители местной власти, то есть, где можно переждать. Где можно будет переждать, да. К сожалению, время нашего прямого эфира подходит к своему завершению. Нурландский Ильич, у вас буквально есть минутка-другая для того, чтобы что-то пожелать нашим телезрителям. Пожалуйста. Ну, в первую очередь, конечно же, хотел пожелать, чтобы поменьше было чрезвычайных ситуаций, бытовых в первую очередь, потому что основная, основной процент всех происходящих событий – это бытовые наши происшествия. И, конечно же, больше заниматься самоподготовкой. Сейчас достаточно актуальный вопрос, вот после землетрясения это сейсмика, еще раз прочитать те инструкции, те рекомендации, которые мы давали в других средствах массовой информации. Наши коллеги размещают роликов очень много, поэтому лучшее предупреждение – это быть готовым морально-психологически действием при любой чрезвычайной ситуации. Ну что ж, спасибо, Нурлан Сокеевич, что вы нашли время прийти к нам в студию прямого эфира, ответить на наши вопросы, рассказать о том, что делать при чрезвычайных ситуациях. Хотелось бы пожелать вашей службе поменьше выездов, поменьше чрезвычайных ситуаций, чтобы все в нашей области было спокойно. Ну а нашим телезрителям я пожелаю только одного, чтобы вы поднимали свой уровень знаний, интересовались, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации, как не стать жертвами различных чрезвычайных ситуаций. Ну и берегите себя и своих близких. До следующих встреч в эфире телеканал ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok